Идея проведения международных гонок на колясках появилась во время Паралимпиады в Сочи. Сразу после окончания игр была сформирована российская легкоатлетическая команда бегунов-колясочников. И вот уже четвертый раз на трассе Сочи автодром проходит полумарафон, в котором принимают участие не только российские спортсмены, но и представители зарубежных стран. В этом году это спортсмены из Франции, Венесуэлы, Зимвабве, Казахстана и Армении. Последнее представлено только двумя спортсменами. Сымбат Карапетян уже участвовал в полумарафоне в 2016 году. Показать хороший результат тогда не получилось. На этот раз два года подготовки не должны пройти даром, уверен многократный чемпион Армении. Я раньше занимался баскетболом на колесах, потом решил уйти в атлетику. Поэтому в 2016 году он был хорошо подготовлен. Сейчас я буду делать все возможное, чтобы улучшить свой результат и попасть в пятерку первых финиширующих. Среди полумарафонцев немало спортсменов, пришедших в гонки на колясках из другого вида спорта. Наш российский спортсмен, воспитанник заслуженного тренера Ирины Громовой Алексей Быченок, биатлонист, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи. Первые гонки на колясках для него завершились победой. 21 километр Алексей преодолел почти за 47 минут. Сейчас намерен не сдавать позиции и опередить не только других спортсменов, но и своих коллег. Тяжело всегда, легко не бывает, но мы только рады, что прибавляются участники. Нам интереснее от этого. Ребята молодцы, ребята добавляют. Конкуренция у нас в том числе и на победу очень сильная. И за призы борьба будет острой. На главной гоночной трассе 26 спортсменов. Их задача пройти 8 кругов и финишировать за максимально короткое время, в среднем до часа. При этом максимальная скорость, которую могут развить участники, составляет около 40 километров в час. А протяженность самой трассы полумарафона – 21 километр. Такое состязание дает возможность спортсменам повышать квалификацию и закалять характер. Цель нашего мероприятия – это, конечно же, развитие и популяризация такого интересного вида спорта, как гонки на колясках. И на автодроме в Сочи проводится такое интересное событие. Оно на самом деле интересно и уникально для этой трассы, потому что ни на одной трассе «Формулы-1» нет такого социального проекта. И мы будем его обязательно продолжать. В этом году лидером полумарафона среди мужчин вновь стал паралимпиец Алексей Быченок. Ему удалось преодолеть дистанцию за 45 с половиной минут. Среди женщин быстрее всех оказалась тоже член сборной России Наталья Кочарова. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.